Самый опасный вид транспорта отнюдь не самолет, а обычное такси. Такие данные приводит популярный интернет-портал. В опросе респонденты негативно высказывались об уровне профессионализма водителей. Лихачат на дорогах, как шумахеры, и не соблюдают элементарных правил ПДД. Статистика, кстати, это подтверждает. На Ринмаре, например, только за 6 месяцев по вине водителей такси произошло 21 ДТП. Для небольшого города, говорят эксперты, цифра настораживающая. Олег Котанзейский о причинах аварии и не только. В этих столкновениях виновниками признали таксистов. Теперь обратите внимание на внешний вид их машин. Две из трех принадлежат официальным перевозчикам. Все как положено. Название фирмы, логотип и номер телефона. А значит, казалось бы, водители за рулем опытные, но роковая ошибка допущена. Согласно данным ГИБДД, в Наринмаре официально могут работать всего 6 фирм по перевозке пассажиров. Но на деле их больше 10. То есть многие компании не имеют права этого делать. Таксисты работают нелегально. Их не останавливает даже отсутствие лицензии. За полгода текущего года произошло с участием такси 21 ДТП. 18 ДТП по вине автомобилей такси. Основными причинами совершения ДТП является несоблюдение скоростного режима, не предоставление преимущества движения транспортных средств, ну и несоблюдение дистанции. И речь здесь идет только об официальных перевозчиках. Сколько аварий с участием таксистов, в том числе нелегальных, происходит на самом деле, остается только догадываться. Степан Зайцев службу такси организовал полгода назад. В автопарке уже больше 10 машин. Чтобы сесть за руль, водители проходят строгий отбор. Беседуют с руководителем фирмы, решают тесты и показывают свое мастерство в вождении. Обязательное требование. Шофер должен иметь стаж управления автомобилем как минимум не менее трех лет. Первостепенная задача, чтобы клиент был уверен, что садясь в такси, он доедет до конечного пункта в целости и сохранности. Если автомобиль неисправен, то это уже определенный риск для нашего пассажира. Перед выходом в рейс водители обязательно проходят медицинский контроль. Если у человека высокое давление, путевой лист уже не подпишут. Что касается смены, то ее длительность не больше 12 часов. Затем таксисту положен отдых. Мы отказались принципиально от круглосуточных смен. Наверное, вслух это вообще произносить нельзя, круглосуточные смены. То есть человеку надо спать, отдыхать минимум часов шесть. Мы не можем себе позволить выпустить уставшего, нездорового или, не дай бог, пьяного, не важно, алкогольный или наркотический пьяного водителя. Впрочем, большинство фирм, в том числе официальные, правила не соблюдает. Этот человек в такси проработал почти год. На нарушения там откровенно закрывали глаза. По понятным причинам он не захотел показывать свое лицо. Да, работать некому было, поэтому убрали. Иногда бывало. Люди, у которых стажа как такового нет. Только после автошколы даже были случаи. Как оказалось, устроиться в службу такси дело простое. Позвонил, рассказал о себе, и ты уже в штате. Работодатели не смущают даже то, что у человека стаж вождения всего два года. Напомню, по закону это недопустимо. Два года сойдет? Немало? Ну, нет, два года нормально сойдет. Там сейчас отменили этот закон. Просто сами-сами пообщаемся, посмотрим. Следующая фирма также охотно согласилась взять меня на работу. Но здесь опыт вождения снизил уже до одного года. То, что год в общем в принципе можно, да? Ничего страшного. Ничего страшного. Требуется? Нет медкнижка? Я не знаю. Нет, не надо права с собой. Только права и паспорт? Да. Медкнижки, к слову, не требуют ни в одной фирме по перевозке пассажиров. А жаль, в Барнауле таксист больше года работал с открытой формой туберкулеза. Он заразил нескольких человек. В подобных ситуациях чаще всего не наказать так называемых частных извозчиков. Клиентов они поджидают в основном возле автобусных остановок. Вот сейчас за моей спиной некоторые таксисты, на чьих машинах отсутствуют антенны, работают без лицензии. То есть они сейчас нарушают закон. В простонародье их называют бомбилами люди, которые работают сами на себя. Но, как правило, привлечь к ответственности таких шоферов практически невозможно. Но кто докажет, что ты вез не родственника, а незнакомого человека? Чтобы не оказаться жертвой такси, выбирайте только проверенные фирмы. Это сбережет вашу жизнь. Олег Танзейский, Александр Дуркин, Андрей Котов, Телеканал Север.